Парту когда потрогали, и она потрогала глаз, и начал болеть глаз. Сильный запах хлорки, а после тошнота и зуд по всему телу. Неладные ученики почувствовали, как только зашли в класс. Когда состояние детей начало резко ухудшаться, учителя немедленно связались с родителями. Информация мгновенно разлетелась по всем родительским чатам. В 8.30 привезли детей в школу, а уже в 9 учитель позвонил и попросил забрать их. Дети жалуются, что глаза режут, живот болит, ацетон в крови у детей. Как могли допустить такое? Ладно, еще обошлось, но ведь могло начаться удушье. Осознав, что проблема в санитарной обработке, учителя сразу же начали проветривать помещение, а детей отвели в соседнее здание Дома культуры. Тех же, кто плохо себя чувствовал, отправили домой. Но, как уверяют сами сотрудники школы, ни о каком отравлении здесь и речи быть не может. У нас никто не отравился, у нас просто неправильно была дисфекция. У нас технички это все обрабатывают. Чтобы отравления никто, у нас отравления не было. Просто как пошла аллергия. Однако, только после того, как проблему предали огласки родителей, школьников администрация учреждения дала официальный ответ. Вещество, которым обрабатывали школу, было высококонцентрированным. Действительно, у некоторых детей появились признаки отравления. Возможно, это была личная непереносимость. Сейчас родители пострадавших учеников волнуют только состояние здоровья детей. Кто стал виновным в их отравлении, уже в ближайшее время разберутся руководство школы и надзорные органы. Снежана Рудометова, Максим Малов, Телеканал Эфир.